Привет, привет, друзья! Всем привет из Санкт-Петербурга! Хочу вам показать, как работают коммунальные службы города. Сейчас раннее утро, 9 часов. У нас погода вообще непонятная. То дождь, то снег, в прямом смысле этого слова. Но чуть-чуть холодает, начинает идти снег. Вот так вот всё запорашивает вокруг. Днём теплеет, и начинает идти дождь. Этот снег превращается в дождь. Всё тает. В общем, вот так вот эту картину я наблюдаю каждый день. Коммунальные службы работают очень хорошо. Вчера приезжал грузовичок. Вот здесь даже видно, он колёсами разравнивал вот эти кучи, которые сгребли. Когда большой снег выпал, вот их посгребали. Это уже следующий день. Посмотрите, как идёт снег. Вот его чистят днём. За ночь он опять выпадает. И вообще погода стоит тёплая. Ночью чуть-чуть холоднеет. Идёт снег. Днём теплеет. Снег превращается в дождь. Идёт дождь. Весь снег этот стаивает. Вот так вот уже несколько дней подряд. В общем, вот так у нас происходит борьба зимы с летом. Зимы с весной, скажем так. И никто не может победить. Ночью побеждает зима. Днём весна. Боже мой, боже мой. Снег пошёл пуще прелечного. Просто вот такими огромными, огромадными хлопьями. Это что-то. Такая вот зимняя сказка. Вон вороны летают. Снег завьюжил просто. Надо же. Сегодня у нас пятница. Пятое или шестое. Пятое, по-моему, февраля. И сегодня у меня день уборки. Я решила поливать цветы. Один цветочек у меня уже стоит в душевой кабине. Второй вот на подходе. Сейчас буду протирать всё заодно. Пылесосить. Очень много поступает вопросов у меня по поводу вот этой квартиры. Что за квартира? Почему она так выглядит? Чья она? И, в общем, вот сегодня я решила заодно чуть-чуть и рассказать про это. Это не квартира. Это комната в коммуналке. Коммуналка большая. Где-то на 12, может быть, комнат. Комната эта выглядела совсем не так, как сейчас. Ну, во-первых, вот здесь стояла стена. Вот где-то на этом месте стояла вот такая стена. Всё было перегорожено. Была дверь и там была отдельная комнатка. Лёшина комнатка. Здесь вот с этой стороны была такая кровать на уровне второго этажа. Надо сказать, что потолки здесь высоченные. Три с лишним метра. Поэтому было куда строить кровать. А под ней, как бы вот на первом этаже, стоял точно так же стол, где Лёша занимался. И у него и компьютер. И всё было то же самое. Вот представьте, только поставить полку туда, как в вагоне в купейном. И была вот такая лесенка, по которой он поднимался на эту полку. С этой стороны стоял диванчик. Диванчик раскладывался. Причём ему вполне хватало места раскладываться. И спать можно было, если приезжали гости, даже умудрялись ночевать вот на этом диванчике. А в нормальное время Лёша просто на нём мог сидеть, смотреть свой компьютер, телевизор и так далее. А вот в этой комнате находились Нина с Лёней. Надо сказать, что комната довольно большая такая. Её вполне можно было перегораживать. Она, я не знаю, не буду врать, но 22, может, квадратных метра. 20 с лишним, это точно. Вот, в общем, вот так вот они и жили здесь до поры до времени. Потом сделали вот эту пристройку. Пристройка от общего коридора, отгороженная. То есть, поначалу им приходилось пользоваться общей душевой, общим туалетом и общей кухней. Они отгородили вот эту часть, где-то может быть 2 на 3 метра, 6, наверное, квадратных метров. Эта пристройка у нас примерно так будет, мне кажется, даже побольше, потому что вот за счёт того угла, который в комнату не входит, ну, как бы даже 8 квадратных метров может быть. И вот они поставили сами душевую кабину здесь. Вот потолки высоченные, поэтому там полки, на которых можно всё на свете составить. Здесь вот такой высоченный шкаф. Там сверху тоже полка. И вот оборудовали здесь кухонку такую. Здесь и стиральная машина, и посудомоечная машина, и микроволновка, и раковинка здесь. В общем, всё полностью-полностью здесь приспособлено для того, чтобы нормально жить. Особенно одному человеку. Они умудрялись втроём жить здесь какое-то время, пока не переехали. И вот здесь есть туалет. Меня несколько раз спрашивали, есть ли туалет в квартире. Да, вот он. И здесь баки. Бак с водой горячей нагревает. Вот он в душевую кабину. И когда мою я посуду в раковину, идёт горячая вода. Вот это не буду врать, я понятия не имею. Что это такое? В общем, вот такая здесь система. Пару лет назад Нина с Лёней переехали в однокомнатную квартиру на Гражданском проспекте, где они сейчас и живут. А это квартирка, уже будем говорить, это не комната в коммуналке, а квартирка, потому что здесь есть всё своё, получается. Эта квартирка осталась Лёше. И Лёша в ней прекрасно живёт. Ему вполне, вполне её достаточно на данный момент времени, пока он холостой молодой парень. Лёша постепенно начал делать здесь ремонт. То, что было сделано, выровнены вот эти две стены, которые слева и справа. Стены были неровные, очень кривые. Они примерно на 10 сантиметров уходили как бы вот под углом вот туда, в стороны. И Нина, Лёня, Лёша, они все втроём здесь чуть ли не месяц вошкались, я не буду врать, но истратили 10 или даже больше мешков замазки, смеси, для того, чтобы выровнять эти стены. И вот они сейчас идеальные, просто идеальные. Лёша не захотел их красить ни в какой цвет, кроме как в белый. На данный момент, опять же, времени ему так вот комфортнее, уютнее. У него вообще присутствует здесь минимализм. Это я уже чуть-чуть разнообразила. Кровать переставила, там ковры какие-то положила, шторочки повесила. А у Лёши даже этого не было. Лёша, видно, так намучился и устал жить в коммуналке, втроём в этой комнате, что ему хотелось простора. Вот сейчас у него минимализм полнейший в армии, возможно, он вернётся, и ему, наоборот, захочется чего-то поуютнее, покомфортнее. И шторочек, может быть, и покрывается. Ну, а пока Лёша развёл только вот эти цветы, которые он очень любит. Именно вот этот вид. Девчонки, вы мне писали, спасибо, но я опять забыла, как он называется. Та стена, где окно. Окно пластиковое было поставлено ещё во времена, когда все они здесь жили. Но та вот стена, которая около окна, она ещё не сделана. Она тоже будет переделываться. Вот там такой молдинг сверху, не знаю, видно его или нет, который был по всему, по всей комнате. Здание старое, старинное. Вот, и он будет убираться, заделываться, замазываться. И вот с этой стороны тоже всё будет переделываться. Вот эта дверь ещё та самая первая, когда они заселились, которая здесь и была. Вот этой дверью, собственно, и заканчивалось их помещение в самом начале. Здесь будет строиться шкаф, делаться встроенный шкаф. Вот представьте, на всю стену, вот так вот он будет до потолка, до самого верха. И в этом шкафу будет такая как бы дыра, проём, через которую можно заходить в комнату. Возможно, будет стоять какая-то раздвижная дверь на нём. Здесь тоже всё будет переделываться. Вы заметили, что здесь может быть так немножечко обшарпано. Я когда заехала, мы хотели с Ниной переклеить обои, переделать, но Лёша не советовал вообще, потому что он говорил, что здесь всё, конечно, будет по-другому, и смысла не было в этих обоях. И я решила, что действительно время летит очень быстро. Я уже 4 месяца как в Питере, Лёша уже 3 месяца как служит. Не успеешь оклянуться, и Лёша уже вернётся, поэтому смысла нет заморачиваться. И здесь он всё это будет переделывать, перестраивать и облагораживать. То есть вот такой вот я вам провела небольшой обзорчик и рассказ о этой квартире, квартирке-коммуналке. Л-Джичка моя, да, Л-Джичка, будешь мне помогать прибираться, да, Л-Джи? Протру везде тоже пыль, на столах везде всё поприбираю. Постельное бельё я позавчера постирала, всё поменяла, оно у меня как раз чистое. В общем, уборки мне здесь на самом деле немного, потому что одна комнатка, в которой я практически и не сорю, так что я надеюсь управиться очень быстро. И вот такой у меня здесь есть пылесосик, пусть старенький, но вполне рабочий, нормальный и хорошо он тянет, поэтому вот при помощи его я и прибираюсь. Л-Джи, ну чего ты? В общем, вот, уборка в комнате закончена. Так, у меня чистенько, хорошо. Вышивка у меня вот здесь живёт, в углу. Да, Л-Джи, батарею я убрала, потому что на улице тепло, и я давным-давно ей не пользуюсь всё равно. Мне не хватает цвета, категорически, катастрофически не хватает цвета, поэтому я убрала один цветок с окна, буду их менять местами. Вот сюда поставила вниз, по очереди будут стоять на окошечке. Я надеюсь, что им света хватит вот здесь, с этой стороны, но себе зато я очистила гораздо большее пространство, и меня это радует. Питер – это малосолнечный город, всего 30 солнечных дней в году, поэтому, как нигде, необходимо вот это вот светлое пространство. Здесь я приспособила лампочку, вот так, сверху, и закрыла провода, потому что они меня жутко раздражают, и батарейка у меня теперь живёт вот здесь, в этом уголочке. Всё это за дверью, так что в глаза абсолютно не бросается. В общем, вот так у меня получилось, и теперь я перехожу к кухонке, к туалету, к душевой кабиночке. Кое-как я доубиралась без фанатизма, быстренько-быстренько. На самом деле, я очень плохо себя сегодня с утра чувствую, не могла даже вышивать, потому что у меня кружилась голова, и темнело в глазах. Такое состояние, не могу понять, что это. Пойду сейчас полежу, потом буду принимать душ, стирать ещё мне нужно. Но надо вот прямо чувствовать, что нужно лечь, иначе я упаду. Очень-очень сильно кружится голова, и вот если кто-то из вас когда-нибудь падал в обморок, у меня вот такое сейчас состояние, предоборочное, закладывает в ушах, темнеет в глазах. В общем, пошла лежать, всё на сегодня, пока-пока.